МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Екатерина Котова. Здравствуйте! И далее некоторые темы выпуска. Неразбериха в НЖСК. Управляющая компания предлагает заочно проголосовать за новую форму управления домами и заключить договоры уже с новой компанией НЖСК+. Чего опасаться собственникам? Трагедия на промзоне. В огне погиб мужчина. И все на поиске пропавших рыбаков будут искать добровольцы. Начну с происшествия. В Ноябрьске на месте пожара нашли труп мужчины. Обстоятельства его смерти сейчас устанавливаются. Возгорание произошло сегодня на территории промзоны. Загорелось бесхозное здание, в котором, по всей видимости, проживали несколько бездомных. В огне пострадала и 56-летняя женщина. Она получила сильнейшие ожоги. В шоковом состоянии пострадавшую доставили в реанимацию. По предварительным данным, причиной трагедии стала неаккуратность при эксплуатации печи. Поиском пропавших рыбаков будут заниматься добровольцы. Сегодня в нашей официальной группе ВКонтакте появилось сообщение с просьбой ко всем, кто имеет возможность помочь отыскать пропавших. Напомню, двое жителей Ноябрьска отправились на рыбалку на озеро Щучье 5 июня. До сих пор их местонахождение неизвестно. Спасатели сделали несколько пробных погружений, однако тела рыбаков обнаружены не были. В настоящее время они объявлены пропавшими без вести. Группа волонтеров готова в ближайшее время отправиться к озеру. Подробную информацию можно найти на официальной странице новостей нашего города ВКонтакте. На руинах старого НЖСК планируется возвести новую компанию НЖСК+. С такими подозрениями в нашу редакцию обратились жители некоторых городских домов. Причем люди уверяют, что условия управления жилищным фондом руководство планируемой УК кардинально изменило. Так ли это на самом деле и чего ждать собственникам большинства городских многоэтажек, выясняла Ксения Епишева. Этот дом на Советской 107 уже печально известен на весь Ноябрьск. Жильцы, разваливающиеся многоэтажки, с нетерпением ждут ремонта, который теперь под угрозой срыва. А всему виной новый договор управления, который людям предлагает подписать управляющая компания НЖСК и тем самым перейти на непосредственную форму управления. И первое, чего автоматически лишатся люди, это право получать субсидии на капитальные ремонты. А это значит, ремонтировать дома они будут за свои кровные. Это хорошо, если дом небольшой. А, к примеру, девятиэтажный, как этот. Стоимость его ремонта оценили более чем в 40 миллионов, при том количестве квартир, что есть в доме, это в среднем по 370 тысяч на каждую. А за свой счет вообще никто не будет делать. Это просто дом придет в упадок и все. Люди не согласятся. Не, за свой счет никто делать этого ремонта не будет. Это первый момент. Второй. Сама по себе непосредственная форма управления подразумевает, что каждый собственник в индивидуальном порядке заключает договоры с поставщиками услуг. На воду, свет, отопление и даже вывоз мусора. Да это нереально. У нас город такой, вот наш дом только, 108 квартир. Кто будет бегать и заключать там индивидуально договора? Если, например, энергогаз будет сам ходить по квартирам, это еще можно рассматривать. Опять-таки, надо читать пункты, что они предлагают, как они предлагают. А так просто взять и самим ходить, заключать, никто этого делать не будет. Не делайте ничего. Мы не делаем ничего. У вас мы берем только деньги. В такой форме управления есть только один плюс. Собственникам не нужно содержать штат управляющей компании. Тогда возникает вопрос. Для чего НЖСК под предлогом перезаключения договоров предлагает людям непосредственную форму управления? В чем будет заключаться роль управляющей компании? Отвечать на эти вопросы в обслуживающей организации нам не стали. Есть форма общения, есть сроки, в которых мы должны дать вам ответ. Вот вы же напишите заявление на имя руководителя. Мы дадим вам ответ на это заявление. Если вас это не понравится или вас это не уговорит, вы можете идти дальше. Вы же знаете, можно идти в любое место, где вам это правильный ответ, или хороший, или ваш ответ. А сегодня пока не знаю, о чем говорить. У меня нет ни одной жалобы. Зато нам удалось раздобыть экземпляр договора, в котором одним из пунктов значится ежегодное повышение платы за содержание и ремонт жилья. В общем, прежде чем подписывать этот документ, необходимо с ним подробно ознакомиться. На это каждый собственник имеет полное право. Не стесняйтесь, требуйте экземпляр договора и приложений к нему. Отказывают? Пишите письменную просьбу. В конце концов, от этого зависит, сколько и кому мы будем платить. И самое важное, принять решение о смене формы управления могут только собственники на общем голосовании. Управляющая компания не вправе навязывать людям ту систему обслуживания, по которой им удобнее работать. Ксения Епишева, Александр Иванов, Виталий Харченко. Новости нашего города. На следующий день, после того, как съемочная группа новостей нашего города побывала в управляющей компании, руководство НЖСК согласилось дать комментарии без официального запроса. И вот как выглядит ситуация глазами обслуживающей организации. Это не синициировано управляющей компанией. Это просто так сложилась ситуация в данный момент. Это продиктовано жизнью, вы считаете? Да. Это продиктовано жизнью. Это продиктовано безвыходной ситуацией, в которую попали в общем-то все управляющие организации. А сейчас ситуация изменилась в том, что в настоящее время в арбитражный суд Янау поступило заявление НРКК Сноябрьского признания НЖСК банкротом. Почему не было общих собраний до сих пор жильцов? Почему людям даются договоры, документы, которые в общем-то требуют их подписи? Почему вот такого? Я могу сказать, что по крайней мере я не знаю о том, чтобы от кого-то что-то требовали. Никто не вправе ни от кого ничего требовать. Людям, насколько я знаю, я тоже живу в жилищном фонде НЖСК, предлагается изменить способ управления, как вариант на непосредственный. Но это уже одно незаконно, что управляющая компания предлагает изменить людям способ управления. Я не сказала, что это предлагает управляющая компания. Я сказала, что предлагается. Кем? Инициаторами выступают собственники. В чем плюсы для жильцов? В чем их привлекло? Это непосредственное управление? Мне, если честно, сложно сказать. А в чем плюс для собственников в том, что они останутся в управлении организацией в отношении, которое возбуждено дело о банкротстве и судьба, которая достаточно, скажем, неизвестна и сложно предсказуема. У нас есть и комментарии прокуратуры, которые подтверждают наши слова о том, что подписав соглашение с НЖСК+, люди автоматически переходят в обслуживание этой компании. Однако, прежде чем заключать с людьми договоры на обслуживание, управляющая компания обязана была созвать собственников на общее собрание, на котором именно жильцы и должны принимать решение, какую выбрать форму управления и как действовать дальше. А до тех пор, пока общее собрание не состоялось или на нем не было кворума, никаких заочных голосований по закону быть не должно. Это является незаконным, то есть все равно должно быть проведено общее собрание. По крайней мере, о нем должны быть уведомлены жильцы. У нас это, получается, тоже по закону предусмотрено либо заказными письмами с уведомлением, либо под роспись, либо в помещениях дома должны быть размещены объявления в общедоступных местах, где должно быть указано, дата, время проведения данного собрания, его повестка. Если общее собрание не организовывалось, так скажем, ну, естественно, не проводилось, то заочное голосование является незаконным. Заочное голосование не должно проходить до того, как будет осуществлено непосредственно прямое голосование. Учитывая, что форма управления домом, выбор формы управления домом, это достаточно серьезный вопрос. Гражданам хотелось бы обратиться, здесь не занимать пассивную позицию, действительно, приходить на это общее собрание, то есть, как бы, и действительно определяться, какая форма управления все-таки лучше. Опять же, в соответствии с жилищным кодексом, обжаловать в последующем решение общего собрания, даже при заочном голосовании, процедура, она осуществляется в судебном порядке, во-первых. Во-вторых, обжаловать может собственник, который в голосовании не участвовал, либо голосовал против. И суд может отклонить заявление, если данные, скажем так, оставить в силе обжалуемое решение, если голосование, если голос данного собственника не мог повлиять на исход голосования, да, и не было допущено грубых процедур при этом. И вот истина в последней инстанции, в жилищной инспекции, вновь подчеркивают, что выбор способа управления домом это только лишь выбор собственников жилья, которые они принимают на общем собрании. И вот здесь важный момент. Это решение принимается простым большинством голосов, причем только тех собственников, которые лично присутствовали на собрании, или был их представитель. Мы должны понимать, что за нас могут быть приняты какие-то решения, если мы с вами будем отсутствовать на этом собрании. И те, возможно, решения будут приняты, которые бы мы не хотели с вами принять. Поэтому мы должны понимать, что мы должны участвовать в общих собраниях. Если собственники помещений в многоквартирном доме получили приглашение явиться по какому-либо адресу для подписания нового договора, либо по решению еще каких-то вопросов, а общее собрание в вышеуказанном мною порядке не проводилось, то рекомендуем отказаться, поскольку такие действия указывают на нарушение именно жилищного законодательства и прав граждан. И какие последствия могут быть после этого, мы с вами не знаем. Поэтому рекомендуем отказываться в таких случаях. Еще момент. Непосредственный способ управления больше зарекомендовал себя для домов, где две или четыре квартиры. А вот почему управляющая компания может предлагать такую форму управления для многоквартирных домов, например, в пятиэтажках, объясняется просто. Так они уходят от долгов перед поставщиками ресурсов. При непосредственном способе управления мы имеем право, если нам нравится управляющая компания, заключить с ней договор на содержание и текущий ремонт. А вот по платежам коммунальным мы с вами непосредственно будем заключать с ресурсоснабжающей организацией. И тогда должниками перед ресурсоснабжающей организацией становимся мы с вами, но никак не управляющая компания. На сегодня у меня все. А сразу после новостей смотрите вторую часть актуального интервью с первым заместителем главы администрации Ноябрьска Андреем Касьяненко. Всего доброго и до встречи. Партнер программы Магазин Поти Сандверса Торговый центр Клубника Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» Надежный ориентир 15 июня в Салихарде Облачной ветер западный до 3 метров в секунду. Температура плюс 13 градусов. В Муравленко временами дождь ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура 9 градусов тепла. В ноябрьске преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура плюс 9 градусов.